Для молодёжи все дороги открыты, но покорять их можно абсолютно по-разному. Например, на таких необычных сапогах-скороходах. Одни называют их джоли-джамперами, другие – скаями. Но суть этих приспособлений одна – их помощью совершаются экстремальные прыжки. В отличие от всех остальных видов прыжков, с канатами, с верёвками, с жгутами, с парашютами, без ничего, то главное отличие заключается в том, что при всех этих прыжках люди прыгают сверху вниз, а при помощи прыжкового тренажёра люди прыгают снизу вверх, снизу от земли к небу. Поэтому скайджампинг – скайинг. Скайинг, или по-другому бокинг – относительно молодой молодёжный вид спорта. Запатентовал его австрийский инженер Александр Бок в 2004 году. В нашу страну он пришёл относительно недавно, уже сумел объединить многочисленных фанатов и поклонников. Первый раз это было очень страшно, потому что ты ходишь на своих ногах, плюс вот эти вот штуки, да, это новое… ну, заново учишься ходить, на самом деле. То бишь, как маленький ребёнок учится ходить, то же самое ты чувствуешь себя в 16 лет. На таком тренажёре можно разогнаться до 32 км в час или взмыть на полтора метра воздух. Оказывается, всё дело в уникальном устройстве скай. Самая главная часть – это вот это вот рессора, сделанная из фибропластика, которая закрывается специальной резиной, как бы, ну, стараясь защитить её. Да, коленник специальный, то бишь, защитить какую-то часть колена. Ну, в принципе, он защищает всю полость ноги. Экстремалы-прыгуны не ограничиваются лишь обычными трюками. Для них главное – удивить публику и совершить невозможное. Например, бэкфлип – сальто назад. Представители нашего экстрим-клуба поставили мировой рекорд, сделали 25 сальто назад подряд на параде, посвящённому Дню независимости Республики Беларусь. Подвинули американцев, которые сделали на свой День независимости 20 прыжков. Ну, и мы очень горды этим. То есть, в принципе, уровень скайнинга в Беларуси впереди планеты всей. Это на самом деле так. Ну что же, пришло время на себе испытать действие сапог-скороходов и узнать, насколько это сложно. А-а-а! А-а-а! Ой, страшно? А что, ещё на них нужно ходить? Вот так вот. А-а! Я похожа на кузнечика. Соберись, выровняйся. Так. Коленку поднимаешь перед собой. Хорошо. Ой. Ножки на ширине плеч. Оказалось, всё довольно непросто. Ведь джоли-джамперы весят не менее 7 килограммов. Нужно не думать о падении. Зато сколько адреналина. Иди, иди. Не бойся. Не бойся. Страх? Твоё препятствие. Это было всегда и везде. Паула Коэля даже говорила. Страх-то твоё препятствие. Несколько месяцев тренировок и уже можно будет думать о прыжках. Но не все достигают огромных высот в этом виде спорта. Занимаются в основном и получаются, показывают какие-то результаты, люди с хорошей подготовкой в традиционных видах спорта. Прыгуны. То есть батут, прыжки в воду, акробаты, гимнасты. Зато если и стал однажды на скай, никогда не забудешь свои ощущения. Человек, когда прыгает, когда начинает получаться, на самом деле отрываешься от земли и такое ощущение полёта. Всегда влекло людей крылья, небо. Вот это непередаваемо. Это нужно попробовать. Наверное, что-то похожее испытывают люди, когда прыгают с парашютом. Ази-Скаинга постигали Тиана Галев и Людмила Орлова. Утро-студия хорошего настроения. Тиана Галев и Людмила Орлова. Продолжение следует...